Да что я могу сделать? Ты сама виновата в том, что дала ей столько! Боже, прости меня. Прости. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить «Чудес не бывает», «История о Словении». Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий. Минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Не забыть подписаться на мою телегу и вступить в мой Дискорд. Ссылки в описании под видео. Ну и погнали! Стоп, а мне ещё не рановато для такого? Как я могла докатиться до такой жизни? Ничего не помню. Сколько же они в меня вкачали? Алис? Пожалуйста, не покупай больше этого. Не надо так делать. Ты меня скоро загубишь. Вот-вот, верно сказано. А? Верно-то верно. Но я этого вслух не говорила. Тебе совсем плохо, бедненькая. И ты ведь сама, дура, накачала её. Заткнись. Она погладила меня по голове и взяла за руку. И руку я не поднимала, да и прикосновения не чувствую. Это я виновата. Мама сказала следить за тобой. Но и я сдалась. Да что ты такое говоришь? Мне сказали присматривать за тобой. Не справилась с тобой. Вот результат. Ей совсем плохо. Паша, вызывай скорую. Бляха-муха, весь диван заблевала. Да заткнись ты и вызови, наконец, скорую. Паша убежал в другую комнату. А Алиса тем временем подняла моё тело и унесла на другой диван. А я тем временем продолжала сидеть на том же диване и наблюдать за всем этим. Это, конечно, всё очень грустно, но... Что тут происходит? Почему моё тело путешествует без меня? Почему я не могу вернуться в него? Чертовщина. Это точно чертовщина. Такого точно не может быть. Но всё-таки... Это комната, магнитофон, гитара в углу. Да тот же Паша. Мне это всё чертовски знакомо. Или стало знакомо с того момента, как осознала себя вне своего тела. Возможно, что это... Да где носит этого Пашу? Ну почему? Почему? Из моего тела пошла пена, а конечности уже начали отдавать синим. Паша, мать твою, где эта скорая? У меня очень плохое предчувствие. Готова поклясться, что это уже было со мной. В этот момент я начала терять связь с реальностью, если это можно назвать таковой. Слишком больно смотреть. Я не верю глазам. Но разум мне подсказывает, что это уже было со мной. И скорее всего... Я это... Позвонил. Скоро они будут. Всё, что перед моими глазами. Сделай что-нибудь, она умирает. Да что я могу сделать? Ты сама виновата в том, что дала ей столько. Ничто иное, как... Боже, прости меня. Прости. Это было её первый раз, а ты взяла и убила её. А почему он с такой улыбкой стоит? Что? А она не дышит. Мои воспоминания о прошлой жизни. Алиса прислушивалась к мо... К сердцу моего тела. Но судя по её выражению лица... У нас очень мало времени. Сдела... Алиса повернула голову в сторону, где стоял Паша. Урод! Сказала она в унисон звука, закрывающийся входной дверью. Долбаный урод! Почему? Почему я сделала это? Видео, мама говорила мне следить за ней, чтобы мы были примерными студентками. Она доверила её мне, а меня доверили Алисе. Поначалу всё шло вполне себе хорошо. Мы поселились в общаге, завели много знакомств и посетили много мест города. Учёба тоже шла неплохо. Мы хоть и не умные, но старались изо всех сил, чтобы не разочаровать тех, кто на нас надеялся. Однако всё не могло так вечно продолжаться. В один момент мы остались без гроша в кармане. Нашу комнату в общежитии обнеслись сверху донизу. Все деньги, которые нам дали родители, на первое время украли. Теперь нам нужно было как-то выживать. Остальные в общаге помогали нам как могли, но у них было только на самое необходимое. Алиса, которая посещала музыкальный кружок при университете, неплохо зарекомендовала себя там. Но она всегда играла только для нас. Никакая сцена и уж тем более группа были ей не нужны. До определённого момента. Пока её талант не заметил один мелкий продюсер, который предложил ей играть в группе под его началом. Алиса обычно отказывалась от таких предложений, однако обстоятельства вынуждали её согласиться. Так она и перешла из обычного любителя на большую сцену. Поначалу всё шло от маленьких баров, кафе, ресторанчиков. Алиса начала кормить нас, и мы более-менее встали на ноги. Но времена повального бандитизма и разрухи давали о себе знать. Время было действительно лихое. Паше очень нравилась Алиса, но не только из-за внешности. Её талант и способность наживаться на нём, вот что действительно привлекало его. Я это всё знала и говорила о своих мыслях Алисе, но та лишь отмахивалась, говоря, что всё под контролем. Жадность Паши не знала границ, и он начал принимать заявки от представителей нынешней интеллигенции. Выступать перед криминальными авторитетами очень прибыльно, но до жути опасно. Алиса говорила Паше, чтобы больше не брал таких заказов, но у того всегда была отговорка на этот счёт. Мы заработаем много денег, чтобы больше никогда не нуждаться в деньгах. Твоя подруга и родители будут счастливы видеть, как Алиса смогла всех обеспечить. Но и моему терпению был предел. Я понимала, что живу за счёт Алисы, и мне было стыдно за то, что не помогаю ей. Однако я могла лишиться Алисы. Выступать перед такими людьми было опасно. О чём я ей не раз говорила. Алиса, скрипя сердцем, отправлялась на выступление. Я не спала ночами, дожидаясь её домой. Но она всегда возвращалась. Это всегда меня успокаивало, давало надежду на то, что скоро всё это закончится. Хотелось бы верить, что Алиса никогда не навредит себе не поддаться соблазну, однако. Периодически она возвращалась домой в пьяном состоянии. Я не предавала этому особого внимания, понимая, что отказываться от предложений представителей криминала бывает опасно. но в один момент она вовсе не вернулась домой. Это до чёртика в меня напугало. День, два, она не возвращалась домой. Стоило огромных усилий, чтобы найти домашний номер Паши, но с другого конца провода слышались лишь бездонные гудки. Её убили, только если с этим продюсером придурком. Впрочем, предчувствие о том, что она жива, оставалась со мной до конца. Я наконец убедилась, что она жива. Или мертва. Для меня мертва. Ну, переборщила чуть-чуть с колёсами. С кем не бывает, пусть отоспится. Паша кинул бессознательное тело Алиса на кровать и ушёл из комнаты. Колёса? Алиса, что же ты наделала тогда? С этого всё и началось, пока однажды я пригрозила Алисе, что уеду домой. Конечно, это был блеф, но она в это поверила и пообещала завязать с этой дрянью. Но я ей не поверила, поэтому предложила следующее. Я буду с тобой всегда. 24 на 7, пока сама не решу, что ты действительно завязала. Она, конечно, согласилась. Теперь я верила ей, что она точно завяжет. Прошёл концерт. На нём собралось рекордное количество зрителей. Все ликовали Алисе и её таланту. Ей действительно полюбилась сцена. Теперь она любила её не меньше, чем выступать только для нас двоих. Конечно, это меня разочаровывало, но она должна расти как музыкант. Её талант действительно заслуживает все эти полные залы и овации. Мы решили отметить триумф Алиса и собрались у нас в комнате. Принесли с собой небольшое количество спиртного. Я, как человек, который практически не пьёт, быстро опьянела и перестала понимать, что происходит. Давай, пей ещё, не каждый день твоя подруга добивается таких успехов. Паша, прекрати, ты такие уже почти споел. Ну же, неужели ты не хочешь? Он достал пакет с теми самыми таблетками, Алиса с интересом взглянула на них. Ну давай же, в честь такого праздника. Не буду же я один веселиться. Алиса уже была достаточно пьяна, чтобы согласиться на такую глупость. Но на этом наша вечеринка сатаны не закончилась. А, дай-ка ей попробовать, смотри, как зырит. Заткнись! Ты споил её до такого состояния, что она уже ничего не понимает. Оп. Я опять об и и и а д д дай Ну же, она их просит. Дай подруге чуток расслабиться, хоть раз в жизни. Она даже не вспомнит об этом. Подумают, что это из-за алкоголя. Ну не знаю. Не знаю, сколько мне тогда дали, но это было слишком много. Да чё ты так мало даёшь? Давай ищу. Ничего ей не будет. Опыт не пропьёшь. Зачем, Алис? Зачем? А потом видимо я умерла. Что было дальше? Я потрясла Ульяну за плечи. Ох, я не хочу об этом вспоминать. Дальше воспоминания Алиски, я не могу тебе их рассказывать. Но почему? Вы ведь видели мои воспоминания, хотя бы зацепку. Не хочу вспоминать. не хочу. Это очень трагичная история. Ульяна так сильно беспокоилась о подруге, что-то в итоге её погубило. Неудивительно, что спустя столько времени на душе этих двух сестричек нет покоя. Возможно, что они видели события под разными углами. в этом и есть их проблема. Они не могут принять воспоминания друг друга. А ты могла выслушать Алису по поводу всего? Ульяна посмотрела на пасмурное небо лагеря и задумчиво произнесла. Если бы мы только могли друг друга слушать. Она посмотрела на меня. Алиса не видела того, что я тебе рассказала. Ее воспоминания лишь итогов всего, что произошло с нами. Но как только я начинаю рассказывать ей обо всем в глаза, обвинения летят как с моей, так и с ее стороны. Ее взгляд вдруг опустился вниз, где Ульяна водила пальцем по земле, рисуя причудливые узоры. Она думает, что ты все выдумала или приукрасила. Возможно. Но это не дает ей право называть меня лгоньей, жаждущей переложить всю вину на нее. Я не хотела так тебя называть. Я не хотела так тебя называть. Мы обернулись в сторону Алиса, которая со всей серьезностью смотрела на Ульяну. Так она все слышала? Ты много чего рассказала. Я никогда до этого не дослуш... До этого не дослушивала тебя до конца. Она подошла ближе. Но я выслушала тебя. Теперь ты выслушай и меня наконец. Каково было мне, когда я потеряла тебя? Алис, Алиса? Что тебе еще нужно? Мне очень жаль. Это тебе жалко? Человек, который сбежал, только запахло опасностью. Что? Боялся, что я на тебя всю вину свалю? Прошло уже несколько дней после... после... Ты звонила родителям? Я не смогу этого сделать, мне слишком стыдно и больно за это. Как теперь жить дальше? Ну, ты это... Не переживай. Я с тобой и все дела. Уйди. Что? Уйди. Зачем? Уйди. 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 Я бросилась на него с гитарой в руке и уже было замахнулось. Но он успел скрыться за дверью и уйти. Туда ему и дорога. Не хочу больше видеть никого. это конец. Дальше идти нет смысла. Я больше не смогу жить с таким грузом на душе. Ульяна была для меня всем, чем можно было только представить мою жизнь. Спутник моей судьбы, который оберегал меня почти с самого рождения, теперь мертв. Мертв по моей вине. Может, стоит отправиться вместе с ней? Нет, это ведь точно не выход, но что делать? Мне никто не поможет. На столе осталась целая пачка этих самых таблеток, которые Паша успел бросить прямо перед уходом. Сам не пойму, кто управлял моим телом. То ли мое желание все поскорее закончить, то ли зависимость. Все до последнего грамма оказалась во мне. Теперь мы с Ульяной в расчете. Я умру так же мучительно, как и она. Это будет мне большим предсмертным уроком. Алис, кулаки перестали бить стекло, которое разделяло меня от той, которая была в прошлом. Это все иллюзия, которую вызвал перепуг. Ты ведь умерла от передозировки. Такая ты дура. Она не знала, что мое истинное желание было попасть к Ульяне, рассчитаться за ее смерть. Вот что двигало мной. О, смотри, там какое-то озеро. Я посмотрела в сторону, куда указала Ульяна. И действительно некое озеро виднелось вдалеке. Опять иллюзии перепуга. Это Славя? Некая светловолосая девушка лица, которой я различить не могла, склонилась возле проруби. В ней кто-то есть. Пока я разглядывала озеро позади стекла с моими, с моими, блять, воспоминаниями разворачивалась сцена мучителя и смертью. Ну, что же я наделала? Так ты... Ульяна удивленно взглянула на Алису. Да. Чтобы быть со мной? Да. Ульяна сжала кулаки то ли со злости, то ли от обида, которая охранялась в глубине её сознания. И чё они делали дальше узнаем уже в следующий раз. А на этом сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Вернись ко мне моя мечта из уголков пустой вселенной верни мне жизнь и согревай освободи меня из плена и всё с